В Казаларде столетний рубеж преодолели пять долгожителей, еще из десяток перешагнут его в следующем году. В списке горожан почтенного возраста в основном женщины. Самой старшей исполнилось 106 лет у почтенных дам, переживших гражданскую революцию, Великую Отечественную войну, голод и годы сталинских реплессий. Побывала в гостях наш корреспондент Райхан Тажибаева. Свидетель нескольких исторических эпох Рабиха Аджи безмерно счастлива, что могла стать очевидцем становления развития независимого Казахстана. В прошлом году женщина отметила свой вековой юбилей. Сегодня отпраздновала 101-й Новый год. В ее жизни это уже девятый по счету год лошади. Здоровье главе государства. Будет здравие президент, будет процветать и наше государство. Прожили долгую жизнь, тяжело было, зато старость счастливая. В достатке, сытости, в спокойствии. Участница трудового фронта ветеран тыла воспитала двух дочерей и семерых сыновей. Сейчас окружена заботой и любовью внуков и правнуков. В доме, где есть старики, всегда царит добро и покой, говорят ее потомки. Пережила войну и голод. Мама всю жизнь, сколько помню, работала, не покладая рук. Многое пережила, но никогда не жаловалась. И нас учила жить честно. Поступать по совести, работать с полной отдачей, преодолевать трудности. И мы своих детей также воспитываем. Свой сотый Новый год встретила и козлординка Несевеля Аюбаева. Всю свою жизнь женщина посвятила развитию сельского хозяйства страны. По труду почет, по возрасту уважения. Ветеран тыла, многодетная мама, бабушка и прабабушка. Ее трудовые подвиги – пример для подрастающего поколения. Долгожительница поздравила всех своих соотечественников с наступившим Новым годом и дала свое старческое благословение. Сегодня в Козлорде столетний рубеж перешагнули пять человек. В следующем году этот список пополнят еще около десяти. Секрет долголетия у каждого из них свой. Лишь в одном старце едины. Говорят, что самое важное – не сколько тебе лет, а как ты их прожил. Райхан Тожибаева, Альхайдар Турлыханов, Козлорда.